Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы читаем 11 главу книги Судей Израилевых. Книга Судей — это седьмая книга Ветхого Завета. В ней рассказывается о истории израильского народа в тот период, который начался после того, как израильтяне вошли на обетованную землю, поселились там, и заканчивается этот период уже установлением царства. А вот в эти века очень неспокойные, очень тревожные израилем правили судьи, то есть вожди. Это не были цари. Их власть не простиралась, как правило, на весь Израиль, а простиралась на какие-то колена, на какие-то племена, на какую-то часть людей. Была такая небезусловная. Но вот это те люди, которые вели Израиль в это очень непростое время. И когда народ отвращался от Бога, забывал Его, начинал служить идолам, языческим богам, то враги одолевали Израиль. Когда народ обращался к Богу, каялся, начинал жить по закону Божьему, по тем заповедям, которые Моисей получил на горе Синай, то Бог избавлял Израиль прежде всего именно через судей, через вождей, которых он вел и которые одерживали победы. Одиннадцатая глава рассказывает о Иефае, о его деятельности, о том, как он стал судьей Израилем и что произошло. Иефай из Галаада был могучий воин. Матерью его была продажная женщина, отцом Галаада. Вот какой-то, как мы сказали бы, богатырь, человек огромной физической силы, могучий воин. Был незаконно рожденным сыном человека по имени Галаад. У Галаада были и другие сыновья от жены. Когда они выросли, то выгнали Иефая и сказали ему, «Ты не получишь никакого наследства. Ты сын другой женщины». Иефай бежал прочь от братьев и поселился в стране Тов. Там вокруг него собрались всякие оборванца, и под его началом они совершали набеги. Вот так начиналась жизнь этого человека. Незаконно рожденный сын, сын продажной женщины. Когда отец умер, то сыновья выгнали его из дома. «Зачем мы будем делиться с тобой? Зачем мы будем то, что оставил нам отец, разделять таким образом, чтобы и ты имел какую-то часть от этого? Пойди прочь, ты не наш брат». Вот так они с ним поступили. И пришлось ему уйти в никуда. И он, поскольку по своему складу, по природе, он был именно такой воин, что ему оставалось делать? Он собрал вокруг себя фактически шайку разбойников и стал главарем этой шайке. И вот на Израиль напали аммонитяне. Началась вот эта война. «Когда аммонитяне напали на Израиль, старейшина Галаада пошли за Иефаем в страну Туф. И они сказали Иефаю, возвращайся, будь нашим вождем, введи нас на битву с аммонитянами». Вспомнили они о нем, об этом человеке, удивительной смелости, удивительной физической силы, удивительной решимости. Вот это тот человек, который может возглавить нас в борьбе с захватчиком, с аммонитянами. И они, которые когда-то его выгнали, пошли теперь просить его, чтобы он вернулся и возглавил сопротивление. Но он ответил им, раньше вы меня ненавидели, выгнали из отчего дома, а теперь, когда у вас беда, вы приходите ко мне. Конечно, он обижен, его выгнали, его жизнь стала жизнью разбойника, говоря о разбойнической шайке, и теперь вот его придут, приходят, просят, умоляют вернуться. Вы меня уже выгнали, меня ничего больше с вами не связывает. Старейшины Галаада сказали ему, да, теперь мы пришли к тебе, чтобы ты повел нас на войну с аммонитянами. Ты станешь нашим правителем, правителем всего Галаада. Ифай сказал, хорошо, если вы просите, вернусь. Буду воевать с аммонитянами, и Господь дарует мне победу. Тогда я стану вашим правителем. И старейшины пообещали ему, Господь нам свидетель, «Клянемся, что так и будет. Я готов, раз вы меня просите, умоляете, я готов вернуться, готов сражаться, готов возглавить сопротивление, но тогда уж подчиняйтесь, покоряйтесь, тогда уж я буду вашим правителем. Если вы хотите, чтобы я воевал, то мне нужны соответствующие полномочия», говорит Ифай. И все на это соглашаются. Ифай пошел со старейшинами Галаада, и войско сделало его своим начальником и вождем. В Мицпе пред Господом Ифай повторил свое условие. Какое условие? Я согласен. Сражаться, но только если вы меня будете чтить как правителя. Ифай отправил к царю аммонитян послов, велев передать ему, «Чего ты от меня хочешь? Зачем идешь войной на мою землю?» Аммонитяне — это тот народ, который нападает на Израиль. Это соседи, которые хотят завоевать эти земли. Прежде сражением Ифай действует уже не как разбойник. Он действует как правитель благородный. Он отправляет послов. «Может быть, вообще нам сражаться не нужно? Что ты хочешь? Зачем тебе эта война?» Зачем ты идешь войной на мою землю? Царь аммонитян дал послам Ифая такой ответ. «Когда израильтяне шли из Египта, то захватили мои земли от Арнона до Ябока и Иордана. Верни их по-хорошему. Претензии земельные, территориальные». Ифай снова отправил послов к царю Аммонитян, велев передать ему. Так говорит Ифай. «Израиль не отнимал землю у моавитян и аммонитян. Уйдя из Египта, израильтяне шли по пустыне до самого моря Сув. Затем, придя в Кадеш, они отправили к царю дома послов с просьбой, «Позволь нам пройти по твоей земле». Но царя дома не позволил. Они просили моава, и он не разрешил. И израильтянам пришлось остаться в Кадеше. Потом они двинулись по пустыне, обходя и дом, и моав. Они пришли к востоку от моава и ставили лагерем за Арноном, не вступая в пределы моава. Арнон — граница моава. Израильтяне отправили к Сихону царю Амариев, царю Хэшбона послов с просьбой, «Позволь нам пройти через твою землю в нашу страну». Но Сихон не позволил израильтянам пройти по его земле. Он собрал все свое войско и, встав у яхтца, вступил в сражение с израильтянами. И Господь Бог Израиля отдал Сихону и все его войско в русские израильтян. Они разбили Сихона и заняли все земли Амариев в той стране. Они завладели всей землей Амариев от Арнона до Ебока и от пустыни до Иордана. Так Господь Бог Израиля отобрал эту землю Амариев и отдал ее своему народу, Израилю. И ты теперь хочешь отнять ее у нас? Ты владеешь землями, которые тебе дал твой Бог. Кэмош. А всею той землей, которую нам дал наш Бог, Господь будем владеть мы. Чем-то лучше Балака, цепорого сына царя Маава. А вот он не враждовал, не воевал с Израилем. Уже 300 лет израильтяне живут в Хэшбоне и окрестных селениях, а Руэре и окрестных селениях во всех селениях вдоль Арнона. Что ж ты раньше-то не пытался отнять у нас эти земли? Я ничем тебя не обидел, а ты делаешь мне зло, идешь на меня войной. Пусть теперь Господь Судья рассудит израильтяна и аммонитян. Но царь Аммона не внял этим словам Иефая. Ну вот такой длинный отрывочек мы прочли. Речь идет о чем? О том, что Иефай вступает в дипломатические переговоры со своим соперником, с царем аммонитян. Аммонитян говорит, отдай нам это наши земли, которые вы захватили. Иефай делает такую подробнейшую историческую справку, как они шли, когда пришли из пустыни, по каким землям они проходили, какие земли они завоевали и путем военной победы достались им эти земли, как что происходило, и показывает, что нет никаких оснований, чтобы ты претендовал на эти земли. Но если ты идешь, то мы будем воевать, и Господь нас рассудит. Но царь Аммона не внял этим словам Иефая. Иефай пытался предотвратить войну, предотвратить смертью, предотвратить кровь, гибель многих людей. Но аммонитяне хотят воевать. И сошел на Иефая дух Господа, и, пройдя через Галаад, через землю Моносии, Иефай пришел в Мецпешто в Галааде и оттуда двинулся на аммонитян. И Иефай дал Господу такой обет. Если ты даруешь мне победу над аммонитянами, то я, вернувшись домой с победой, отдам тебе того, кто первым выйдет мне навстречу из дверей моего дома. Я принесу его в жертву всесожжения. Иефай двинулся на аммонитян и напал на них. И Господь отдал их в его руки. Нагово разгромил Иефай, уничтожил двадцать селений от Оруэра до подступов к Минеиту и до Авэл Керамима. И Израиль взял верх над аммонитянами. После дипломатических переговоров, которые не увенчались успехом, война. Иефай выходит победителем. И вот еще очень важный момент, что перед сражением Иефай приносит Богу обет. Когда я вернусь, первый, кто выйдет мне навстречу, будет принесен тебе в жертву. И вот, к сожалению, до сегодняшнего дня люди очень часто склонны приносить какие-то необдуманные обещания друг другу и даже Богу. Давать какие-то необдуманные обеты. Есть хорошая русская поговорка про это. Не давши слово — крепись, а давши — держись. То есть никогда не обещай того, в чем ты не уверен до конца и совершенно. Старайся вообще давать как можно меньше обещаний. Лучше обещание заменить добрым намерением каким-то. Всеми самому сказать, я постараюсь сделать то-то и то-то. И действительно постараться это сделать. Но не обещать раньше времени. Если ты не дал какое-то обещание, то и ничего страшного, если потом у тебя не получилось это сделать. А если ты дал, то это очень тяжелое обстоятельство, когда ты отрекаешься от собственных слов, когда ты не выполняешь собственные слова, а иногда выполнить их бывает невозможно или сопряжено с какими-то большими сложностями. В случае Ифая это обернулось трагедией. Об этом мы почитаем чуть позже. Ифай вернулся домой. И навстречу ему вышла его дочь с бубнами и плясками. Она была у Ифа единственная. Кроме нее не было у него ни сыновей, ни дочерей. Вот если предыдущий судья Израиля имел тридцать сыновей, у которых у каждого был осел, были деревни, то у Ифая была всего одна ночь. Он разбойник. Разбойник не может иметь жен, какое-то место постоянное для проживания. Он где-то прятался в лесах со своей шайкой, со своими людьми, которые помогали ему в его разбойнических набегах, оборванцами какими-то. У него не было своей деревни, своего дома, своей семьи. И поэтому у него был один ребенок, одна дочь. И вот когда он вернулся с победой, дав этот страшный обет, что кто мне выйдет навстречу первым, того я принесу в жертву, он увидел, что навстречу ему идет его дочь с песнями, плясками, приветствуя отца-победителя. Увидев ее, он разорвал свои одежды и воскликнул, «Ох, дочь, что же ты со мной сделала? Ты навела на меня беду, ведь я дал Господу обет и не могу от Него отказаться. Страшный обет я принесу в жертву того, кто выйдет мне навстречу». Навстречу вышла его собственная дочь. И она ответила, «Отец мой, если ты дал обет Господу, то поступи со мной, как обещал ему, ведь Господь даровал тебе победу. Ты отомстил своим врагам, аммонитянам». И добавила, «Об одном прошу тебя, подожди два месяца, я пойду в горы, и там вместе с подругами буду плакать о своем девичестве». Вот лучше всего вообще не давать никаких лишних обетов Господу. Ифай дал обет и знал, что он должен сдержать свое слово и должен свою дочь принести в жертву. И она не спорит, она тоже знает, что так должно произойти. Ты дал обет Богу, Бог даровал тебе победу, ты вернулся победителем. Исполни то, что ты сказал. Я готова. «Только дай мне два месяца, которые я могла бы провести со своими подругами, оплакать свое девство. Она не выйдет замуж, она не станет женой, у нее не будет счастья человеческого, женского. Она будет принесена в жертву». Ифай сказал, «Иди», и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами в горы, и там плакала о девичестве своем. А через два месяца она вернулась к отцу, и он исполнил свой обет. Не суждено ей было познать мужчину. С тех пор у израильтянина вошло в обычай, что каждый год девушки уходят на четыре дня и поют песни о дочери Ифая из Галаада. Вот такая трагическая история. Толкователи по-разному говорят. Некоторые считают, что здесь речь в самом буквальном смысле идет о человеческом жертвоприношении, что дочь была убита своим отцом. Другие говорят о том, что все-таки жертва не в этом состояла, а в том, что ее поселили при храме, она стала как бы монахиней, и никогда не вышла замуж, никогда не познала мужчину, как здесь говорится, и всю жизнь должна была посвятить Богу. Мы не знаем точно, как это, но в любом случае знаем, что Ифаю тяжело было исполнить свой обет, что это была такая трагедия, его личная драма, такая семейная их драма, и видим вот удивительную добровольную готовность дочери исполнить волю своего отца, исполнить то обещание, которое он дал, и, конечно, вы должны вывести из этого урок, что лишних обетов, тем более таких страшных, никогда мы не должны давать. История Ифая стала основой для сюжетов многих картин известных, для музыкальных произведений, для романов целых, вот такая страшная и трагическая история. Вот и мы сегодня ее читали в 11 главе книги Судей в переводе Российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Шурист А.М garden Е. Продолжение следует...